4 из 9 в Ненецком округе оценили ход исполнения майских указов президента в части доведения зарплат работников социальной сферы и науки до средней по региону. По каким направлениям еще предстоит работать? Дополнительный импульс для развития малого и среднего бизнеса в регионе. В округе утвержден порядок формирования перечня госимущества для предоставления малому и среднему бизнесу. Уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить расходы на приобретение топлива, завозимого для нужд поселка. В Амдраме этим летом завершат работы по монтажу ветродизельного комплекса. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Образование и наука. Будущее России. Форум, посвященный этой теме, прошел в Новосибирске. Как отметил премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев, образование не заканчивается никогда. Постоянно развиваться, не бояться экспериментов, смелых мыслей. Такова должна быть философия нашей системы образования в целом. Образованных, талантливых и внутренне свободных людей нужно расти с первых лет жизни. Именно поэтому правительством совместно с партией «Единая Россия» уделено особое внимание детским садам. Еще совсем недавно в садиках катастрофически не хватало мест. Задача была исключительно сложной, отметил Дмитрий Медведев. Но с ней в масштабах страны справились. Проблемы нехватки мест в детских садах решают и в Нейнском округе, в частности строительством новых учреждений. Один из детских садов в Теремок на лесозаводе открыли в прошлом году, другой на 220 мест начали строить в районе улицы Авиаторов. Для ликвидации очереди в садике для детей от 3 до 7 лет государство потратило весьма приличные средства. Благодаря проведенным мероприятиям в целом по стране удалось создать более миллиона мест за три года. Теперь все дети в возрасте от 3 до 7 лет могут ходить в садики. Но такая ситуация, она является общей по всей стране, но еще не везде. Есть отдельные проблемные точки. Я сейчас обращаюсь ко всем губернаторам, которые нас слышат и видят. Очереди в детские сады действительно должны остаться в прошлом, а партия будет этот процесс и дальше контролировать. Если сами не справляетесь, нужно звать частный бизнес. И государство всячески поддерживает его. В частности, предоставили бизнесу право получать бюджетные средства на покрытие учебных затрат. Меры поддержки для частных садиков действуют и в Нейнском округе. Администрации региона принято постановление о предоставлении субсидий на возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям. 3 миллиона 968 тысяч рублей. Такую сумму предусмотрели в бюджете округа на поддержку проекта «Частный детский сад» в этом году. В субсидию заложены затраты на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средства обучения и игры. Эксперты Фонда поддержки предпринимательства провели сравнительный анализ объемов финансовой поддержки государственных частных детских садов. И вот что получилось. Исходя из размера суммы субсидий частным детским садам, на содержание одного ребенка из бюджета округа выделяется 13 160 рублей ежемесячно. А в государственных садах эта субсидия составляет 23 780 рублей на содержание одного ребенка с учетом общих хозяйственных расходов, без учета 15 680 рублей. На сегодняшний день в Наринмаре на собственные средства предпринимателя построен один частный детский сад. В нем будут размещены две ясельные группы в возрасте от полутора до трех лет. На организацию детской площадки и закупку материалов для детского сада предпринимателю был выделен окружной грант на развитие бизнеса молодым предпринимателям. Тему садиков продолжила тема школ. Многие школьные здания абсолютно никуда не годятся. И местных не хватает. Об этом неоднократно мы говорили. Только что с этой трибуны об этом говорили. Дети учатся зачастую во вторую и даже в третью смену. Этого быть не должно. Мы должны обеспечить им комфортные условия. Я напомню, что в этом году мы уже распределили 25 миллиардов рублей между 56 регионами в рамках утвержденной правительством программы по созданию в регионах новых мест в школах. Сразу оговорюсь. Мы с вами реалистично настроенные люди. Мы должны понимать, что эта программа не может быть реализована за один-за два года. В нашей стране огромное количество школ. Почти 40 тысяч. Программа рассчитана на 10 лет. Для ее полной реализации необходим поиск инвестиций. Только в этом году планируется ввести более 50 тысяч мест в школах. Проблема с нехваткой мест в школах будет решена и в Нейнском округе. При софинансировании из федерального бюджета будет ввести строительство нового здания школы номер 3 на 700 мест по улице Авиаторов. Микрорайон Авиаторов – молодой развивающийся жилой квартал, который через несколько лет будет очень комфортен для жизни, отметила Игорь Кошин. Скоро в новом районе развернется строительство школы. Проект прошел госэкспертизу, проводятся общественные слушания. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но движение есть, несмотря на сложности с бюджетом. На строительство детского сада и школы в районе улицы Авиаторов уйдут немалые средства. Общая стоимость строительства детского сада составляет 320 миллионов рублей. Работы финансируются из окружного бюджета и софинансируются федеральным центром. Ранее правительство России приняло решение о выделении Нейнскому округу 188,6 миллионов рублей. 96 миллионов из общей суммы федеральной субсидии направят на строительство нового здания школы. 92,6 миллиона рублей на строительство детского сада на 220 мест в том же микрорайоне. Достижения целевых показателей социально-экономического развития, определенных президентом России, обсудили в администрации региона. В сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки в Нейнском округе по итогам первого квартала текущего года из девяти зарплатных показателей достигнуты плановые значения, установленные дорожными картами только четыре показателя. Так, средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней зарплате учителей при плане 100% достигла показателей 100,4%. В цифрах средняя зарплата учителей составила 73 259 рублей. Зарплата работников дополнительного образования детей 73 516 рублей. Средняя зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения к средней по региону составила 117,1%. Это более 81 тысячи рублей. Говоря о зарплате работников учреждений культуры, то она достигла более 57,5 тысяч рублей, что тоже выше показателей, установленных дорожной картой. Зарплата среднего медперсонала к средней по региону 104,6%. При плане дорожной карты 94,4%. Не достигли плановых значений пять показателей. Это средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, социальных работников и младшего медперсонала. В округе утвержден порядок формирования перечня госимущества для предоставления малому и среднему бизнесу. Документ разработан в целях имущественной поддержки предпринимателей. По мнению разработчиков документа, принятая МИРа станет дополнительным импульсом развития малого и среднего бизнеса в регионе. Перечень будет формироваться из объектов, принадлежащих Неницкому округу. В него могут включаться здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инструменты, пригодные к эксплуатации. Имущество может быть передано предпринимателю во владение или временное пользование на льготных условиях или безвозмездно. Данный проект подготовлен. К сожалению, пока в него попал только один объект недвижимого имущества ФАК Воськаре. Мы надеемся на то, что он будет востребован в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими медицинские услуги на селе. Вот у нас была заявка у Федоров на этот счет. Проект подготовлен и уже согласован с департаментом. Ждет своего часа после вступления в силу. Имущество из сформированного списка наравне с предпринимателями может быть предоставлено организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с федеральным законодательством к таковым относятся гарантийные инвестиционные фонды, агентства по развитию предпринимательства, лизинговые компании, микрофинансовые организации, технопарки, бизнес-инкубаторы и прочие организации, обеспечивающие условия развития бизнеса. Перечень будет ежегодно дополняться новыми объектами в срок до 1 ноября. Работы по монтажу ветродительного комплекса в Амдрами завершат этим летом. По информации департамента строительства, в процессе проведения пусконаладочных работ и пробной эксплуатации ветроэлектрических установок зимой возникли сложности. Для устранения недоработок на объекте, настройки оборудования во второй половине июня в поселок прибудут специалисты подрядной организации. После завершения монтажа ветрогенераторов и проведения комплексных испытаний оборудования будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию. Новое оборудование, включая 4 ветроэнергетические установки и 3 дизельных генератора мощностью 100, 160 и 200 кВт, было доставлено в Амдрому в прошлом году. Кроме того, в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в Ненинском округе осенью 2015 года была проведена модернизация дизельной электростанции поселка. Ввод в эксплуатацию ветродизельного комплекса позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить расходы на приобретение топлива, завозимого для нужд поселка в морскую навигацию по сложной логистической схеме. Кроме того, в Амдроме появятся новые рабочие места. Обслуживать ветряки станут местные специалисты. Строительство ветропарка стало возможным в рамках проекта приграничного сотрудничества «Кол Арктик». Это первый опыт использования ветродизельного энергетического комплекса как для региона, так и в целом для Крайнего Севера. На кануне выборов Особенности проведения предстоящей избирательной кампании о ее нюансах рассказали представителям политических партий. Избрание городской главы будет проходить по-новому. Как будут назначать градоначальника этот вопрос, вынесли на общественные слушания. Вопросом участия политических партий в выборах депутатов Государственной Думы посвятили семинар-совещание, который прошел в избирательной комиссии Ненинского округа. Участникам представили изменения в законодательстве, регулирующие выборы депутатов, рассказали о порядке выдвижения и регистрации кандидатов и презентовали специализированный программный комплекс «Газвыборы». Выборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября 2016 года. В ближайшую неделю должен быть подписан и опубликован соответствующий указ президента. В преддверии большого политического события в избирательной комиссии Ненинского округа решили обсудить особенности проведения предстоящей избирательной кампании. О ее нюансах рассказали представителям политических партий, имеющих отделение в Ненинском округе. Целью нашего семинара, совещания сегодня, конечно же, является методический обмен знаниями, тот, который у нас в течение недели нам передавался в Центральной избирательной комиссии, для того, чтобы партии понимали, в соответствии с какими нормами закона им предстоит участвовать в избирательной кампании. 18 сентября этого года жители Ненинского округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могут пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самовыдвиженцев. Последние должны собрать для этого не менее 3000 подписей. Их достоверность проверит избирательная комиссия. Сведения о кандидатах в предстоящую избирательную кампанию будут собираться в электронном виде при помощи специализированного программного продукта. Документы, которые представляли в комиссии различного уровня, они всегда представлялись у нас в натуральном виде, то есть на бумажном носителе. Приходили кандидаты, приносили оригиналы документов, соответственно, либо комиссии изготавливали копии этих документов, либо уже кандидаты приходили с заготовленной копией. Эти копии сверялись. То сейчас, помимо представления оригиналов документов и копий документов, которые будут оставаться в делах, в комиссиях, кандидаты должны будут представлять сведения о себе различные. Это все будет в этом специальном программном обеспечении отражено о себе в электронном виде. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избиратели. В частности, они касаются тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Сейчас право избирать депутата, наши с вами избиратели, это не только население, достигшее 18 лет, но и зарегистрированные по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список избирателей. То есть, если человек имеет временную прописку, и он зарегистрирован временно не менее чем за три месяца до даты голосования, он имеет право голосовать за кандидата-одномандатника. Такого раньше не было, раньше только за федеральный список. Для того, чтобы попасть в список избирателей, необходимо подать личные заявления в период от 60 до 21 дня до дня голосования, то есть с 20 июля по 27 августа. Илья Сахаров, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Избрание городского главы будет проходить по-новому. Соответствующие изменения в уставе города обсудили на слушаниях, прошедших в администрации Нарьинмара. Следуя изменениям в уставе, глава города будет избираться городским советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Порядок избрания главы города в соответствии с федеральным законодательством определяется законом субъекта и уставом города. Окружные законодатели определили, что в Нарьинмаре избирать главу города должен горсовет из кандидатов, прошедших конкурсную комиссию. Комиссия по требованию федерального закона наполовину должна состоять из представителей губернатора, на вторую половину – из представителей горсовета. Перед тем, как внести требуемые изменения в устав города, провели обязательные публичные слушания, чтобы жители могли высказаться на тему этих изменений. Правда, горожане активности не проявили. Воспитание законопослушных участников дорожного движения В Приморье завершился конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2016». Мемориалы и памятники защитникам Отечества, расположенные в Ненецком округе, заняли достойное место на всероссийском проекте «Карта памяти». Проект, созданный по инициативе издательства «Просвещение» и издательского дома «Первое сентября» при поддержке Министерства образования и науки в год 70-летия Великой Победы объединил не только все регионы нашей страны, но также и 23 страны ближнего и дальнего зарубежья. Одним из регионов участников проекта стал и Ненецкий округ. Идея проекта «Карта памяти» в том, что каждый ученик, учитель, класс, команда или школа имеют возможность рассказать о памятниках на территории своей малой родины. Школьникам всей страны сфотографировав памятник, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны, и разместить фотографии на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или сочинением. Таким образом, на основе присланных материалов сложилась общая карта памяти военного и послевоенного времени. Особое место в проекте занимают памятники и мемориалы Ненецкого округа. На карте можно найти обелиск летчикам Заполярье, памятник Олено-транспортным батальонам, памятник Нарьинмарским портовикам и другие мемориалы, отражающие события нашей истории, память о которых будет жить вечно. Всего на карту нанесено более девяти памятников и мемориалов Ненецкого округа. Гренландия 2016 готовится встретить гостей. Всероссийский фестиваль авторской песни, федеральный проект партии «Единая Россия», направленный на патриотическое воспитание молодежи, пройдет в Кировской области. За много лет фестиваль превратился в масштабный гражданский форум под открытым небом. Прошлым летом на него собралось более 150 тысяч человек. Конкурс проходит в несколько этапов. Ежегодные заочные этапы дают тысячам авторам-исполнителям возможность донести свое творчество общественности. В этом году на заочные песены и поэтические конкурсы поступило 2180 произведений со всех уголков нашей Родины, стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема конкурса «Мы, дети, твои, Россия». Как рассказали организаторы, всех посетителей фестивальной поляны ждут и ставшие традиционными спортивные соревнования и различные конкурсы. Как всегда, особое внимание на фестивальной поляне будет уделено любительскому спорту. В этом году Гренландию посетят депутат Государственной Думы Николай Валуев. В сольной программе выступит почетный гость фестиваля народный артист СССР Иосиф Кобзон. Также в этом году фестиваль посетит и первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова. Подробнее о фестивале можно будет узнать на сайте greenlandia.ru. В Приморье завершился конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2016». В этом году впервые он прошел на базе Всероссийского детского центра «Океан». От нашего округа в конкурсе приняли участие ребята школы номер один, которые стали победителями регионального конкурса. С какими эмоциями они вернулись с берегов Японского моря, выяснила наша съемочная группа. В соревновании приняли участие около 350 ребят в возрасте от 10 до 12 лет со всей России. Это победители муниципальных и региональных этапов конкурса. За семь дней их домом стал Всероссийский детский центр «Океан». За это время участники прошли шесть этапов на знание и практическое применение правил дорожного движения, оказание первой доврачебной помощи и творческих конкурсов, в котором оценивалась оригинальность и умение выступать на сцене. Своё мастерство продемонстрировала и команда из Ненинского округа. Как я считал, команда подготовлена была достаточно неплохо, если сравнить с прошлым годом. Мы набрали штрафных баллов на 100 меньше, чем в прошлом году, что давало нам право рассчитывать на достаточно приличное место. Но соперники оказались серьёзные, ведь перед тем, как приехать на конкурс, ребята проходят огромный отбор. Поэтому представителям нашего округа было сложно конкурировать с ними. «Было всё сложно. Автогородок, медицина, фигурка и всё. Сложным было медицина и автогородок. Вот это для меня было самое сложное». «Вопросы какие-то в медицине были сложные?» «Да». «Кто запомнился тебе вопрос?» «Ну, да. Там был вопрос про вязку на грудь, и там было три варианта. И вот это был очень сложный вопрос, и я ответил на него правильно». Помимо испытаний, ребятам выдалась удивительная возможность посетить различные достопримечательности Владивостока. Для юных инспекторов была организована обзорная экскурсия по городу, а также выезд на самый большой в мире Вантовый мост на остров Русский, который вошёл в первую десятку рейтинга самых интересных туристических мест России. «Всё такое красивое было. Тебе надолго запомнится, наверное, эта поездка, да?» Цель конкурса «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения и формирование культуры безопасного образа жизни. Данный конкурс может помочь снизить уровень детского травматизма. Сейчас в рамках федеральной программы сотрудники пропаганды регулярно проводят занятия со школьниками на тему безопасности на дорогах. Но просят и родителей не забывать, что их пример и воспитание – основа привычек у ребёнка. «Сейчас, вот мы по цифрам смотрим, есть тенденция снижения детского травматизма. И нам очень важно, чтобы вот здесь вот каждый элемент, который необходим был задействован, срабатывал. Вот нельзя говорить только о том, что виноваты госавтоинспекции или педагоги. Здесь очень важно, чтобы ещё и родители в этом направлении работали». Напомню, конкурс юных инспекторов движения проводится ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. География соревнований охватывает всю Россию – от Чукотки и до Крыма. И хоть ребята из нашего округа не заняли призовое место, знания и воспоминания об этой поездке не забудутся им ещё очень долго. Елена Семёнычева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее прогноз погоды.